Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 36-й выпуск Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Передо мной стоит несколько задач на локации конкретно лес. Я постараюсь показать вам более-менее интересные рейды, но при этом было желание такое взять и сократить все эти 15-20 часов геймплея в один видос, часовой или полуторачасовой. Но решил, что так будет неправильно, и должно быть понимание того, что квесты сейчас непростые, что даются они кровью и потом. Ну и некоторые моменты реально были, как я считаю, лично интересными. Поэтому я решил разделить это на несколько дней, сколько их будет, спойлерить не буду. Тарковский стрелок, самое сложное оказалось во всей этой возне, это убить трех ЧВК на локации лес в одном рейде. Еще их нужно убить с болтовки. Локация лес сейчас огромнейшая просто территория, и самое сложное оказалось в том, чтобы найти просто этих трех ЧВК на всей карте. А вторая сложность заключалась в том, чтобы убить этих трех ЧВК и не подохнуть самому. И недавно на канале Гобстер Плей у Игоря вышел ролик «Как не умирать в рейде». Посмотрев этот ролик, я поймал себя на том, что, блин, а где ж ты был, когда тебя не было? Офигеть. Там собрано именно самое главное, я считаю. Так что «Как не умирать в рейде» вам ответит на этот вопрос Гобстер Плей канал. Ссылка на этот ролик будет в описании. Когда люди делятся опытом, и вы ищите каких-то советов, то как раз вот такого плана ролики на вес золота. И недавно Гобстер Плей канал пересек рубеж в 40 тысяч подписчиков, с чем Игоря, и поздравляем! Дальнейших нам успехов! Отдельный респект товарищу Павлу, Артему, Шайтану, Антону, Дантисту, Елемасу, Евгению, тормозному цилиндру заднего суппорта, Кириллу, Шалому, Имбабосику, Антохе, Пикселю и Анониму. Наверное, ник забыл написать. Пацанчики, спасибо вам огромное за то, что поддерживаете, меня подкрепляете, так сказать, рублем и добрым словом. Спасибо за вашу поддержку, парни. Ну что, господа нехорошие, ролики будут выходить подряд, может быть каждый день, может быть через день. Короче, да будет контент. Всем приятного просмотра. О, у меня все тут сгорело-прогорело. О, не, а она только лазил туда-сюда. А там еще и беточек сварился, и дикие что-то притаранили. Смотри, как вкусно. А, нет, невкусно. Надо их за самогон отправить попробовать. Есть? Денежка есть. Вот так вот. Валите. Те бабосики, которые буду зарабатывать, буду вкладывать в биткоин-ферму в ближайшее время. И заряжаем воздухан. 22 часа. Берем болтовку, делать Тарковский стрелок, часть 8. В лес, болтовка, 3 ЧВК, убить в одном рейде. По карателю мне еще семерых ЧВК надо будет добить в паке и 6б47. Поэтому лес, с утра пораньше, дополнительное оружие имяется, все имяется, все, пойдем. Походу будем смотреть, что там по серверам. В лесу у меня есть еще одно задание. Снайпер-психопат, по-моему, называется этот квест. Мне нужно 3 ЧВК убить с расстояния более 100 метров и убить причем в голову. А, ну еще же владение снайперскими винтовками будем прокачивать. Параллельно, точно, точно. Охо, поехали. СБ-14 меня закинуло примерно к снайперам. Значится, забираем. Тут должен быть тайничок. Хирургия, медицина, все, берем. С СНБ патроном пока похожу. Иголочки, это хорошо. А там видно будет, ЛПС, ГЖ такие, чисто по мясу. Это про запасы берут, потому что я буду стрелять по всем практически. То, шевелится и не шевелится. Надо прокачивать этот навык владения снайперскими винтовками, и было бы здорово закончить все это одновременно, хотя бы примерно. Так как снайперской работы дохренища вообще просто будет. Каратель, следующая часть, это вообще с СВД надо будет 15 человек подстрелить. Хотя там она проще намного делается. Единственная вот сложность сейчас будет заключаться в том, что мне нужно ходить конкретно с болтовкой. При этом у меня херовенький бронежилет абсолютно. Так плюс ко всему, мне нужно будет еще и дистанцию стараться какую-то выдерживать. Не какую-то, а конкретно более 100 метров. Как говорится, не писки на заборе рисовать. Но я люблю этот квест. Я вообще обожаю локацию лес, тем более, когда ее сейчас расширили. Меня вообще кумарит эта локация. Я люблю поиграть с снайпером, я люблю поиграть с снайпером на локации лес, так что я себя чувствую абсолютно хорошо, как рыба в воде. Да, может получается или не очень, но это уже другой момент. Главное получать же кайф от игры, правильно? Я не завидую тем, кто не любит играть с болтовками и приходится делать мучиться с этим тарковским стрелком. И, кстати, некоторые знакомые у меня вообще забивают на выполнение квестов и капу в том числе. И, в частности, из-за этого тарковского стрелка. Тишина кругом. В мешке что-нибудь есть, но вряд ли. О, нет, есть что-то, смотри. Упачки, ех, модули. Модули, рублики. Я для себя открыл недавно, что в правом верхнем углу пишут, что это за ящик. Это ящик медобеспечения, значит, здесь медицина. Есть еще техобеспечение и еще какое-то продовольственное. Что, пойдем посмотрим? Может, там кто есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть дикий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бам. Блин, ну я... Мосинка вообще меня кумарит. Из болтовок Мосинка и ДВЛ меня штырят вообще. Вот с другими сколько не играл. Не то. Опа. Ек, это значит, у нас штурман там возится. Светлоозерскими. Это хорошо. О, он что, упал со скалы, что ли, смотря? Вроде труп лежит. Только непонятно, штурман на меня агрится. Я ему не нравлюсь тут, что лажу. Или кто-то его раздражает. Другой там. Ну, хоть какое-то движение уже хорошо. Ну, что-то там на той стороне. Может, кто и лазит, но там столько деревьев, холмов, скал. И прочего, что фиг его знает. У кого тут нет наблюдательного? Давай, что там? А, калашик у него. АК-74Н. Желтая галка по квесту нужен. Карателю. Но я уже АК-74 скрафтил. Бывай. Нет, это... Это не про меня, а. Это кто-то его бесит. А это кто-то вокруг лесопилки трётся. О, смотри. А ну-ка. Вы хорош. Вы хорош. Стой. Интересно, было ли это 100 метров? Так, с болтовки это не то, это Тарковский. Эй, не было 100 метров? Серьёзно. Блин, наверное, метров 99. Хотя нет, тут метров, наверное, 80-90. Ну ладно. Обычно это роль прикрывающего там на скале. Ты замерз, что не хочешь, бойтесь. Ты чего? Нафиг мне такие... Замесы. Из таких замесов кирпичи штанин выпряхивает. Нет, слушай, там кто-то ещё есть. Но я и говорю, обычно у нас коллег сидит такой чисто... Это снайпер прикрывающий. Он, походу, в какой-то пати. Может, с МЧС забудется? Он свалился, наверное, на ту сторону. А я бы там не хотел лазить. С той стороны прихлопнуть ногот. О! Дикий валяется. Бесхозно. А то есть у меня горький опыт. Лутания на открытом месте. По серверам, кстати, выбрал... Пока старые сервера оставил, точнее. Казахстан, Екатеринбург. Но, походу, надо что-то поживее какие-то сервера. Надо будет вообще авторус. Сервера как злоба, хоть... И пофиг, хоть трава не расти. Вообще, в лесу обычно самый лютый замес это начало рейда. Когда бегут все на соседние спауны, чтобы избавиться от ЧВК. И потом уже спокойно делать либо свои дела, либо там за штурманом за кем. Либо кто-то, может, квесты тоже пилит. Опа. А, дикий. А тут, походу, мне ловить нечего, да? Надо, надо посмотреть, кто его там обижает. Штурмана этого. Сейчас мы понаблюдаем. Опа. Здрасте. Наши снайперские дела простое. Выбрал позицию. Осмотрел пятачок. Вон он сидит. Да ну. А этот точно попал. И затарились. А затарились они как раз от той стороны, да? От стороны КПП, оттуда, от сумки они затарились. Кто-то оттуда их, короче, походу. Беспокоит. Опа-на. Здрасте. 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 Возможно, это дикий просто здесь патрулирует. Возможно, нет, это дикий обычный. Вот так вот. Без шума и пыли. Все как мы любим. Оттуда меня никто не прихлопнет. Быть обнаруженным вражеским снайпером такое себе. Открыто, блин. Надо на ту сторону потихоньку чесать, да? Там, а тут еще поглядим со стороны ВСРФ. Никто не угорает на скалах. Погода прекрасная просто для снайпера. Видно, все очень хорошо. Так, понятно. А на меня ли это агр? Пачки. Лежит, смотри. Ну-ка, Ська. Я нашел тебя. Есть. Есть, кабанчик, голову. Ха. Отлично. Так. Да, это был ЧВК. Круто. Ну что, еще одного. И часть. Часть плана будет выполнена. Ну, не поверю, что ты один. Где твой кореш? Блин, у него умка. Я бы забрал этот разгруз. Надеюсь, не как с РПС-кой выйдет. Я их согнал с места этих светло-озерских. Теперь непонятно. Надо было оставить их, не убивать. А, нет, они на месте. Все отлично. Красавчик. Это он... Может быть, что на меня агрится. Может быть такое. А может быть, что и приятели того снайпера там начали движение какое-то. Ладно, давай посмотрим. Мне надо забирать умку. Пойдет. Живо остался, да и ладно. Нет, я бы все-таки на ту сторону перебежал. Я думаю, что... 27. Сейчас уже челоботы подъедут. Мне надо постараться успеть перехватить пацанчиков, которые, возможно, пойдут к выходу в сторону ЗБ и окраины. Посмотрим, что там за типчик такой. Ну, будь я его напарником, я бы подождал, конечно, в это время. Со стороны понаблюдал. Ну, он наверху там прям, ну, как на ладони. Но я вроде бы выждал и посмотрел. Кругом никого нет. Так что? Будем посмотреть. Показывай. О, нормалек. Слушай. Это все мы можем забрать. Ага, понял. Гадюку здесь скину. Так-то она застрахована, так что... О, нормально ты тут устроился. Интересная позиция. Но позиция такая, больше для... Какого-то, не знаю, определенного сектора, что ли. Как по мне, слишком открыто. Правая сторона вообще открыта. Я не знаю, как отсюда, но... Там очевидно, что... С той стороны, откуда я стрелял, прям... Подарок. Еще учитывая, что у меня оптика такая себе... Сколько? Метров 600? 800? Там пацаны с полутора тысячами ходят оптиками. Да с теплоками еще, тем более. Там в оптику, наверное, видно, о чем ты думаешь. Так-то красиво. Так-то... Потому что в 사랑е как ты думаешь, как ты думаешь... неужели здесь никого не было на меченке он мимо меченки прошел где твои друзья папа вспомни говно вот она лет дикий может показаться что я камни из почек вытряхиваю но нет я мимо альта по пробелу даванул а чё это вы куда это вы делись 123 ушли или вас почек рыжили а нет дикие лазницы 3 он встал прям за деревом да здесь можно на тоненького бам готов что творит эта мосинка а где светлоозерские точку папа взрос отъехал куда поныкались вообще чё такое кучу пацаны может так не договаривались давайте уже они видимо на 1 2 3 ускакали туда еще один возможно есть светлоозерский есть штурман сам либо на 1 2 3 нет тут их нет муж их перебили уже нафиг тут муж в ангаре там вон в той сторожке либо за сортиром где да где-то ближе к сторожке там но он заагран на меня мне чувака один всего нужен остался скажи пожалуйста что ты где-то сидишь и где ты сидишь чё сделать как сделать забить на все можно мы пойти нафиг новый рейд загрузите в новом рейде новые люди сейчас уже все уже сейчас подтянутся эти за б-14 сейчас подъедут уже челоботики что давать фиг с ним попробуем обойти его что ли может повезет подъедут все я пошел на выход короче ща на мосту кого-нибудь закошмарим было бы офигенски сейчас просто поймать какого-нибудь типочка который долутывает коттеджи лес расширили а квест этот остался раньше этот квест сделать было гораздо легче дополнительно вот этой территории не было лес был в два раза меньше во-первых а во-вторых здесь был такой перешейк перешейк смерти где все должны были так или иначе пересекаться и там именно и делались все эти квесты и 100 метровки и трех чвк с болтовки а сейчас блин половина даже больше наверно лазит на новой территории днем с огнем не сыщешь опа я нашел его парня только не облажаться бы сейчас куда он поскакал лагерь юсеков лагерь юсеков а вон он о это блин это дикий тайник что ли там да ну ты брось ну все это уже челоботы посмотреть бы чё там да и фиг с ним надежда только на коттеджи осталась на выход на мосту так Смотрите продолжение в следующей серии. Лишь бы что-нибудь куда-нибудь. Все, пацаны, красный таймер. Домой, все домой. Все на выход на мосту. Быстро. Опа. О, этот дикий, блин. Это дикий, тут лутать нечего. Кепка! Кепка, нифига. Нашел кепку. Дикий есть, ЧВК, скорее всего, отсутствует. Ну, либо сейчас красный таймер. Сейчас как раз они и должны в эту сторону, да, двигать. Блин, деревня. Ну, дайте шанс-то, а. Опа. Мне понравился этот взрыв. Девять минут до выхода. Блин, блин, блин. А где этот взрыв-то был примерно? Может, я сейчас здесь их со скалы сверху и подстрою? О. О, СВД. О, это в мою сторону, наверное, идут. Там же как раз на затопленной деревне боты. Вот, кто на мост бежит. Клиентура моя. Давай, 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 пацаны. Машина ждет. Я ее как раз зеленым еще подсветил. Мимо машины прошел. Может, кто из новичков купится? Мне уже пофиг, кого убивать. Лишь бы квест сделать. Не, ну, прикинь, как сейчас в первом же рейде. Не, ну, прикинь, как сейчас зато. Как сделаю-сделаю квест. Вот в конце дороги там валун большой. Даже скала, я бы сказал. Вот за ней как раз эта деревня. Но там за скалой справа вдоль воды обычно я пробегаю. Потому что... Если по дороге, то это откровенная палево, да? Как бы мне позицию такую выбрать? Пацаны, я жду вас. Семь минут осталось. Будет прикольно, если сейчас на машине кто-нибудь уедет, да? А если я вот здесь позицию... Увижу что-нибудь? О, смотри, здесь коридорчик какой. Фигня это все. И судьба. Выстрел с СВД, скорее всего, это кто-то там пересек вот этот рубеж снайперский. А жаль, а жаль. Блин, один ЧВК всего осталось. Но ничего страшного. Все это в любом случае идет в копилку. Идет в копилку карателю. И сто метров в голову сделал одного. А мог бы двоих. Но там я думал, что есть сто метров на гряде, который сидел. Ладно, что, это только начало. Все нормально. Активность, правда, небольшая на карте. Но сейчас попробую авто-рус поставить сервера. Поехали домой. Вот и опыта подфармили. И дикие мржуты. Все, и прокачивается болтовочка. Да все нормально, нормально. Я уже не первый раз делаю Тарковский стрелок восьмой. Я понимаю, что это не за один раз делается. Выгружаем до Бридзе. Как ни крути, смотри. Я уже и принес даже кое-чего. Профит. Идрит-мадрит. Денежку Децл подзаработаем даже. На видеокарты новые. Все, я готов. Пошли. Лес. Восемь, девять, почти утра. Азимут Страхули. Мешок Страхули. Братули. Поехали. Даже если я в рейде не делаю Тарковский стрелок часть восьмую, это не значит, что нет никакого прогресса. Часть рейдов оставлю не то, чтобы не опубликованными, а я просто главные такие моменты с них потом вам покажу в конце выпуска. Если публиковать все рейды, это целый стрим получится часов на много. Вот так вот. Так не получится? Ага, вот так получится. Но я на том же месте заспаунился. Возле бункера. Чик. Лазер. Все, дальняя, ближняя дистанция. Любого, я же с любого сломаю. Поэтому и не беру я с собой никакого дополнительного оружия. А, нет, беру. Спасибо. Около половины. Пойдет, если что, дикого отстреляться какого-нибудь. А так-то я от ЧВК же пришел стрелять. Так, это мне... Это на куда? На сюда? Опа. Ух ты. Блин, куда я вышел? Где вышка эта? Ничего не понял. Потерялась я. Бля, сейчас как на мину наступлю, на... Че за тыкмык? Оу! А, понял. Простите. Разворачиваемся. Вот это занесло меня. Как я к этому лагерю вышел? Нифига. Нормально, нормально, живем. Нормально. Значит... Значит, где-то тут должен быть... Переход. Переход к лэб. Где лэб? А, ну я примерно понял, где. Оу! Твою мать, страшно. Вырубай. Камеру вырубай. А здесь съемка запрещена. Все. На исходную. Ну и она. Манал я. Там еще и пацанчики стреляются. Надо мне поспешить туда. Ты впустеть пошел. Я понял. Тут есть необозначенное минное поле за лагерем Юсеков. И там еще один лагерь. Ну, тоже, походу, Юсеков каких-нибудь. Вот, точно. Вот на этот холм я обычно выхожу. Вот они, пруды. Вот это я прогулялся. Так прогулялся. А вон она, вышка. Одна нога здесь, другая там, говорит. А где стреляли? Как раз на вышке, по-моему, и была стрельба. Да. О, клиентик. Здорово. Сейчас мы тебя... Ать, рано. Рано дал. Все, ускакал. Ё-моё. Ну, уже живность какая есть. А, капец, как... О. Это дикий обычный. Как тараканы быстро бегают. Нифига, я так и не догнал его. Ну, где-то тут выстрел я слышал. Где-то, где-то, где-то... В этой стороне. А чё, блин, тишина опять. Один чувака. В начале рейда и тот... Сквозняка дал. А чё, а чё, а чё, а как же я буду делать-то квесты так? Ничего, сейчас народ... С работы как раз начнёт подтягиваться, заходить в игру. Как раз часов в 7-8 сейчас будет онлайн, да? Что здесь? Никого закрыто. Никто не лутал. Прикольно. Чё, с той стороны никто не пришёл? Или всем пофиг уже на этот джип? Или его только новички лутают? Ну, капец. У вас что тут, господа? Да я никого не слышал здесь выстрелов. Ни СВД, ничего. Никаких признаков того, что здесь есть Светлоозёрские. Нет. Но где-то тут была возня. Где-то я слышал стрельбу в этом районе. Где-то в этой степи. Блин, а чё, самое странное, ни диких вообще, никого, ни души, ни ЧВК. Как так? Да в жизни такого не было. Чё накрутили с спауном диких-то? Чё теперь у нас чисто ПВП, что ли, тут? Где-то я не пойму. Вроде на МЧС полевой, да? Бахнуло. Вот для Челоботов ещё рановато. Где-то. Как-то. Чё, шутка. По-чё. Чё. 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 да там кто то есть там кто-то диких кошмарит на на базе этой полевой от чё за херь фантомы звуки или чё или это глушитель чей то что за странные звуки по ходу этой заветы бина бинаураль там сложное название бинауральный звук мне говорили пацаны что там глюки могут быть опачки здрасте он видит меня кажется очевидно видит как очки палятся офигеть и даже дождя не надо и тумана очки просто два таких есть оказалось что это еще тут был но тут явно было 100 метров больше 100 метров очки было не вижу больше никого хотя показалось что кто-то мелькнул там может дикий лазит один чувака есть и это было в голову двоих уже оформили на той стороне от движения опа видал опять промелькнул то это дикий то чьи их больше хлопиться свои свои но это прям на очевидного бегунка какого-нибудь только если пойдем позырим чё там у него интересного интересного о подвис дикий лунная походка и 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 の и и и и и и было раз там у него никого нет больше на ту сторону если они мне сейчас в спину будут подходить как раз это 100 метров очка будет и сахарой для челоботов хотя может быть и такое что это уже челоботы подъехали сейчас чего-то в основном все с глушителями ходят все умные стали как раз к нему подошел рассказывай понятно я наверное мпсм заберу он с галкой от нее а вот его калаш без галки калашик мы поюзать возьмем ладно скинем потом перед выходом на бпшках как чисто дополнительное потаскаем а то там патронов код наплакал оба на прям посмотрим я думал в спину ко мне пойдет а вы нифига вы на выход оказывается в ту сторону до ё-моё профукал я опять свое счастье видимо получается так не лутано интересно минус 15 вот это да теперь от чувака искать веселее но нет еще рано уходить я думаю с локацией мне могут еще встретиться пацанчики ну карта молчит абсолютно я блин понимаю что карта большая стала и я слышу только округу определенную но после всех этих поисков чвк я понимаю что тут либо новички лазают либо компаниями интересными так чисто по приколу побегать надо делать тарховского стрелка вот этот и господи как его карателя надо делать на начальных там уровнях на первых парах пока у большинства игроков есть квесты в лесу сейчас квестов в лесу либо нет ни у кого либо они тоже снайперские о здесь ну да я же говорю вычистили все хорош либо тоже снайперами где-то сидят гасятся и никто никого не находит не выдает а вот поначалу особенно когда выполняют квест как как он называется пикник со стрельбой по моему где диких надо настрелять потом еще диких надо настрелять без бронежилета потом по автомат пойдем попялимся понял ты не осилил высоту крутизну подъема точные здравствуйте я о том что квестов куча целая в лесу именно на начальных уровнях все же одни и те же квесты делают не у тебя одного в лесу эти квесты вот надо тарковский стрелок именно поначалу делать значит потом сложно чего к найти в лесу наконец-то уже думал все вот он на 100 метровочку пойдешь давай вы хорош есть попал а не убил самые крутые патроны заряжаешь походу под этим под обезболивающим ну я блин знал бы я бы лучше на той стороне остался а чё подожди а можно попробовать тогда на ту сторону чесануть я по нему попал один раз это точно значит он будет сидеть и лечиться если он понимает что сверху стреляли то он вряд ли здесь сейчас побежит до на переправу на эту пока не вылечится нет не подбил с гранат 0 из 12 так короче план следующий на исходную пойти что ли за лесопилку на ту сторону попробовать его здесь где-то подловить либо на перебежки либо в кустах его вычислим то попробовать стоит я думаю так а мне чтобы туда перебежать блин большой крюк получается хочу прям здесь давай наверное вот тут нормально да нормально погнали видел дикого но он вроде в 1 2 3 пошел так что я проскочу здесь пацаны да сладкие они не сладкие не 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 тормозите вот урод пацаны окружаем его или нет это другое уже чё-то происходит вообще или чё или у меня уже галлюцинации но я слышал шаги все гидрация до жрат вы море с водичкой напряг ты серьезно он здесь готова 100 метров очка все теперь мне вообще пофиг на дистанцию теперь мне будет полегче выполнять и тарковского стрелка из паки каратель тоже карандашик 11 уровень топлива нарыл где-то виски нарыл где-то хорош хорош но это явно чей-то либо twink либо вайпнулся очевидно хорошего чисто таскает мусор почти отсутствовал зачет о сушняк да я так и думал что я тебя здесь найду живем пьем теперь зачет остается сдать в этом на на резерве и на таможне 100 метровки на таможне еще ладно более-менее я-то таможню знаю неплохо с резервом что будет боюсь представить один раз уже ходил хватило наелся на следующий раз то я пойду уже в принципе него трещотка рожь уже пойду не факи а хотя там подожди там же не обязательно сбалковки я дела болтовые наверно в лесу и доделаю как раз посмотрим пока загадывать не буду пока загадывать еще рано посмотрим как прогресс будет продвигаться дальше но то что сделал 100 метров кто здесь в лесу это очень хорошо хотя это не очень сложно берег и лес это две простые в плане этого квеста локации да все красный таймер поеду домой ел за б-14 идем в правильном направлении да пошел ты чё-то рассказываешь это сером цехе интересности есть всякие у еще трещотка смотри я же говорю тут есть чё полутать интересные цех но это лесопилка сама или как она пила рама не пила рама или не пила рама не разбираюсь не сталкивался в жизни не приходилось не буду умничать еще тупее не казаться по-пластунские марш 8 минут мне за глаза хватит это зб добежать и даже кпп лутонуть кстати говоря поход там никого и не было а нифига себе никого не было здравствуйте вот тут то я выстрелы и слышал вот тут то я выстрелы и слышал вот такие дела выстрелы как на кпп были ладно поползли домой работает кайф вечный кайф когда бункер работает когда он нужен да хрен там бесполезно наверное ждать я просто подумал может быть стороны опять же лагеря юсеков в эту сторону на выход пойдут хрен там плавал давай выходи давай давай вон он сука вот тебе еще и с пилигримом сейчас я свою добру туда как скину скину еще может из его добра что-нибудь скину скину и еще тысяч несколько цать вытряхну о десятка пилигрим сколько стоит под полтинник наверное хотя там цайги магазина наверное максимум все вкусно и тут кто-то вкусно от этого лужина от тропези начал все значит просто выходим тогда ну круто хороший рейд получился жаль конечно что опять одного не хватило ну ничего то ли еще будет 46 минут два быра два дык их вся любовь жаль что первого не подстрелил упустил шанс упустил если бы я в начале рейда первого самого подстрелил то я бы закрыл уже квест да вот бы и мешает забираем платы и еще на варку можно поставить я там серая серый ручка отвертку точно приносил семь тысяч и будет две платы дождусь пока она 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 свалится и потом уже старает биткоин ферму заблитак языкается уже незаметно ну вкусненько хабаришка я принес хороший хороший прям ценный хабар и весь этот лут мы сейчас продадим а деньги пустим в производство конечно не все рейды попадут в выпуск например был рейд в котором я должен был убить штурмана для того чтобы использовать его как наживку как раз я подошел в момент перестрелки светлоозерских штурманом с какими-то чвк но я принял неверное решение он убежал и я пытался сменить позицию и тут меня вычислили вычислили я так понял с тепловизора потому что пули ложились где-то очень близко клацали по деревьям даже несмотря на то что я ложился там пытался убежать но стрельба продолжалась я решил покинуть рейд потому что мне делать в рейде против какой-то пати с тепловизорами которые меня обнаружили это все меня выследят и просто растопчат я решил выйти домой был еще один рейд в котором я не нашел ни одного чвк не было ни одного выстрела вообще на карте и поэтому делать в таком рейде мне было очевидно нечего я просто собрал хабара и свалил не все рейды заканчивались удачно были и моменты когда я ушел на выстрел и искал кто создавал шум кто поднимал кибиш и нарывался на засаду в общем я хочу чтобы вы понимали что все рейды которые не попали условно говоря в выпуск но они попали правда вырезками какими-то моментами в рейдах в любом случае я либо прокачивал навык владения снайперской винтовкой то есть стрелял по ботам либо я фармил лут а неплохо так выносил с карты либо я нашел льва то есть прогресс продолжался он не останавливался но если я буду все эти рейды показывать и сделать из них выпуски то это затянется выпусков на пять как минимум а это уже перебор я думаю такими темпами я нашел и сдал одного льва и ну это упростило немножко мне жизнь правильно правильно значит рейд уже был не бесполезным таким образом делались потихоньку квесты копились потихоньку деньги докупались видеокарты до максимума первого уровня биткоин фермы и теперь в перспективах есть планы на улучшение биткоин фермы до второго уровня это даст плюс 15 слотов а на сегодня у меня все надеюсь выпуск вам понравился прям со дня на день будет следующий выпуск так что я думаю не заскучаете всем до связи удачных рейдов увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания будем ну вот мы до